Врачи вызвали полицейских, которые обнаружили у мужчины 0,74 промилле. Кроме того, младший ребёнок ехал без автокресла. Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей, лишение прав, арест до 15 суток. В Ачинске готовится к открытию первый вытрезвитель в Красноярском крае. Все необходимые работы завершены, помещение готово к приёму посетителей. Остаётся получить заключение эпидемиологических служб, Роспотребнадзора и лицензии на медицинскую деятельность. Такие же центры планируется открыть в Красноярске и в Норильске. Авиакомпания «Россия» получила все необходимые разрешения для полётов в Пекин. И с 28 декабря возобновит полёты из регионов в аэропорт Досин. Улететь из Красноярска в Пекин можно будет три раза в неделю. Прямые рейсы в Китай анонсировали ещё 15 ноября. Тогда билет продавался по цене от 22 тысяч рублей. Сейчас за перелёт на одного человека с багажом просят 18 с половиной тысяч. 28 декабря мэрия запустит шаттлы для желающих попасть на открытие главной городской ёлки на острове Таташев. Ходить они будут, как и в прошлые годы, от магазина «Окей» на правом берегу до ТЦ «Авиатор» на левом. Таким образом люди смогут оставить свои машины на парковке и добраться на праздник на общественном транспорте. Рейсы маршрутки будут выполнять с 18.30 до 23.30 с интервалом 10 минут. Ограничение по проезду дублёру на Молоково, где идёт строительство линий Красноярского метротрама, продлено до весны. С начала ноября на участок зашли рабочие, чтобы переложить инженерные сети. Закончить работы планировалось до 20 декабря, но жители взлётки отметили, что проезд по-прежнему закрыт. В мэрии сообщили, что работы продолжатся ещё несколько месяцев. Новая дата открытия проезда – апрель 2024 года.